Гостей с подарками и поздравлениями в стимуле, в канун и в период новогодних рождественских праздников немало. Приезжают представители организации шефов и просто учреждений и предприятий, где трудятся люди неравнодушные, с открытыми и добрыми сердцами. Один из дней, к примеру, воспитанникам и сотрудникам центра украсили школьники. Ребята, представители Брестской восьмерки, уже второй год специально для стимула готовят целое театрализованное представление. Мы приезжаем сюда уже второй год подряд. Мы очень рады поздравлять таких детей. Эти дети очень чудесные, несмотря на то, что у них есть какие-то проблемы, но они чудесные. Мы рады их очень поздравлять и рады, что нас зовут на такое мероприятие. Это интересно, это доставляет радость таким детям, поддержка, забота о таких детях, маленькая радость. Частичка очень радует, что мы являемся частью их маленького счастья. В этот же день в числе почётных гостей представители территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района. Подарки и угощения они подготовили сразу для трёх учреждений специального образования. Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста ежегодно принимает участие в новогодних акциях наши дети. И благодаря активному участию организации и предприятий Ленинского района нам удается приобрести подарки для детей. Мы посещаем всегда Центр кредитационно-развивающего обучения и реабилитации «Стимул», вспомогательную школу, социально-педагогический центр. Все детки нуждаются во внимании, заботе, любви. Вот это основная цель посещения этих учреждений. В настоящее время обучение и реабилитацию в «Стимуле» проходят более 20 мальчиков и девочек, которые имеют особенности психофизического развития в возрасте от 8 до 18 лет. Как правило, они проживают на территории Ленинского района, однако в помощи здесь не откажут и брестским москвичам. Непростые диагнозы порой вносят существенные ограничения в жизни ребят, однако не способны отобрать настоящий праздник с хороводами, песнями и подарками под елкой. У нас праздники продолжаются, потому что есть добрые люди с чистыми открытыми сердцами, которые хотят прийти в гости к нашим детям, помочь им, подарить подарки, просто пообщаться. Все люди ждут от праздников подарков, радости, и наши гости не исключение, они всегда приходят с широким сердцем, с открытой душой и эту долгожданную радость детям дарят.